здравствуйте уважаемые вязальщицы я вас приветствую на моем youtube канале который посвящен вязанию канал называется емеля нити все мои предыдущие видео были со спицами на сегодняшнее видео я хочу посвятить крючку и летней тематике летним шляпкам и связать с вами показать как и связала вот такую шляпку из рафии пальмового целлюлозного волокна данная шляпка связана обхват головы 51 мы свяжем точно такую же только в другом цвете цвет шампань такая шапочка здесь у меня обвита на воздушной цепочкой из такого же материала из такой же соломки и вот такие чешуйчатые края по всему полю нам понадобится для изготовления такой шляпы 2 мотка рафии у меня это натурал plant yarn рафия сто процент слезного волокно пальмы и понадобится также крючок я пользуюсь самым тонким рекомендуемым крючком номер четыре так отматываем небольшое количество нам понадобится значит кончик убиваем вокруг пальцев подхватываем так петельку и провязываем еще одну секунду петлю вяжем вот в эту петлю 6 столбиков без накида 2 3 4 5 6 затягиваем нашу воздушную петельку и стягиваем наш первый начальный ряд в кольцо нам понадобится маркер для обозначения начала ряда берем маркер и навешиваем его на крайнюю петельку теперь мы в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида 1 ряд делать достаточно трудно не торопитесь 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 и 6 у нас с маркером с ними маркер для удобства 6 мы провязали все 6 петелек по 2 прибавки в каждую вешаем маркер обратно на верхний ряд последнюю петельку так далее будем провязывать чередовать прибавку и 1 столбик без накида следующую петлю мы провязываем 1 столбик теперь 2 столбика в следующую петлю без накида следующую петлю 1 столбик теперь с прибавкой 1 столбик с прибавкой 1 с прибавкой 1 с прибавкой 1 1 1 с прибавкой вешаем обратно маркер на последнюю петлю верхнего ряда получается это у нас был провязан сейчас третий ряд теперь в следующем ряду мы провязываем через 2 петли 3 прибавки 1 петля 2 прибавка сильно тоже не затягивайте надо чтобы полотно получилось воздушным после после отпаривания шляпки у вас полотно еще сильнее раскроется и петельки будут более объемными именно по ширине 1 2 прибавка 1 2 маркер снимаем и прибавка ну смотрите если вы вяжете правильно у вас должен получиться вот такой многоугольник с 6 гранями такой достаточно ярко выраженный безусловно круги крючком вяжутся по-разному можно вот эти сегменты смещать по кругу и тогда таких четких грани не будет у круга но я вижу классический крут у меня грани будут видны возвращаем обратно маркер в последнюю петлю верхнего ряда и сейчас будем вязать 3 петли и в третью прибавку также для проверки помимо вот этих граней вот начиная с этого ряда 1 2 3 4 у вас будет хорошо прослеживаться где вы сделали прибавки все прибавки выполняются одна над другой это просто особенность вот этого вязания вот здесь уже немножко видно дальше будет еще ярче видно прибавка верхнем столбике вот здесь прибавка петли и в итоге у вас получится вот такой купол вот прибавки вот так будут выражены явно продолжаем я вижу по схеме круга как бы классическая эту схему вы можете найти в интернете для простоты как бы исполнения чтобы смотреть на схемы вы можете распечатать и ставить себе условное обозначение что вы провязали ряд так будет легче прибавка и когда вы провязываете здесь хорошо можно проследить в какой петле у вас была выполнена прибавка вот в этой петлике не выполнена прибавка две галочки здесь расположена обычная петля один обычная обычная и вот опять петля прибавка и так далее вы вяжете по кругу каждый ряд увеличиваем в каждом ряду расстояние между прибавками на одну петлю сейчас в этом ряду у меня между прибавками 3 петли в следующем ряду у меня будет между прибавками 4 петли потом 5 6 и так далее до нужного диаметра 3 петля вашего круга 3 и прибавка в той петельки в которой у нас находится маркер снимаем маркер выполняем прибавку 1 2 ряд снова провязан возвращаем маркер на место и смотрим такая получается фигура такие четкие грани который состоит у нас из 6 секторов и так продолжайте вязать по кругу прибавляя в каждом ряду по одной петле между прибавками до нужного вам диаметра я связала 15 рядов начиная от центра вот от этого как бы наборного ряда мое расстояние между прибавками 13 петель сейчас я уже померила диаметр своего донышка меряем по как бы короткой стороне не по углам у меня получается 16 сантиметров на объем головы я вижу 51 этого вполне достаточно если у вас другой объем головы смотрите по вашим размерам есть таблицы в интернете и достаточно большое количество можно именно их на них ориентироваться мы довязали полные ряды и сейчас необходимо уже начинать вязать тулью до боковые стороны шляпки для этого мы просто провязываем сейчас каждую петлю столбиками без накида без прибавок в каждый ряд столбик без накида я провязала нужную мне высоту шляпки высота купола моей шляпы составила 15 с половиной сантиметра какие-то мерила берем от центра складываем пополам еще раз пополам так сложив наш купол линейкой измеряем от макушки вот сюда до угла 16 сантиметров вот этой высоты для объема головы 51 достаточно чтобы прикрыть кончики ушек и дальше чтобы у нас уже были поля я провязала 14 рядов вот здесь у меня были последние прибавки также я уже провела небольшую в т.о. для шляпы чтобы она приобрела более округлую форму как я это делала я из пульверизатора спрыснула немного шляпу купол водой и надела на трехлитровую банку которую также предварительно накрыла полотенцем надела на банку шляпку купол и еще раз накрыла полотенцем и далее распаривателем от утюга я отпарила шляпу и проходилось через полотенце вот такими круговыми движениями по шляпе и так сейчас нам нужно вывязывать поля делать вот такие чешуйки сейчас я покажу вам как это сделать чего начнем наша схема для вывязывания полей имеет вот такой вид я буду руководствовать этой схемой и вот пояснение этой схеме по символам сейчас мы свяжем вместе первый ряд наших полей выполняем следующим образом делаем вначале воздушную петлю и теперь в текущую следующую петлю делаем столбик без накида выполнили снова воздушную петлю теперь через одну петлю во вторую делаем полустолбик раз подхватываем и пол столбик для этой петли продеваем петельку через сразу три петли теперь в эту же петлю где был полустолбик делаем столбик с накидом подхватываем нить проводим подхватку чиную 1 2 3 теперь в эту же петлю опять полустолбик подхватки подхватываем 1 и через 3 петли 2 делаем воздушную петлю теперь через одну петлю выполняем столбик без накида 1 пропускаем и закрепляем столбик без накида снова делаем воздушную петлю теперь выполняем вот такую же чешуйку как мы сделали снова в следующей петли через одну петлю одну петлю пропускаем во вторую делаем в начале полустолбик набрасываем нить подхватываем 1 и через 3 петли 2 в эту же петельку столбик с накидом 1 через 2 петли 2 через оставшиеся 3 в эту же петельку полустолбик 1 через 3 петли 2 воздушная петля закрепляем нашу чешуйку через одну петлю одну петлю пропускаем во второй столбик без накида воздушная петля пропускаем 1 петлю и опять делаем вот такие же чешуйки в каждой в каждом раппорте по всему кругу то есть мы пропускаем одну петельку и во второй выполняем вот такие чешуйки вначале полустолбик потом в эту же петельку столбик с накидом в эту же петельку полустолбик воздушная петля закрепляем нашу чешуйку столбиком без накида через одну петлю и так по кругу до конца я почти закончила ряд мне необходимо сделать последнюю чешуйку полустолбик столбик с накидом полустолбик воздушная петля и теперь мне нужно закрепить эту чешуйку в конце ряда я снимаю маркер и делаю соединительную петлю с первой петлей воздушной первого ряда сейчас мы найдем в 10 на закончился ряд вот наш вот наша подъемная воздушная петелька и вот наша воздушная петля первого ряда вот она сейчас мы сюда соединим нашу чешуйку как раз получается с через один ряд мы вот сюда подводим крючок соединили теперь нам нужно подняться на высоту второго ряда делаем 3 воздушные петли 1 2 3 и в ту же петлю откуда мы поднимали 3 воздушные петли выполняем 1 столбик с накидом набрасываем нить вводим крючок подхватываем раз через две петли через еще две петли делаем воздушную петлю и столбик без накида провязываем в среднюю петельку вот этой чешуйки то есть столбик с накидом вот в эту петельку столбик с накидом теперь воздушная петля и делаем чешуйку из трех столбиков с накидом набрасываем нить и чешуйка у нас это будет сидеть своим кончиком из столбика без накида то есть вот здесь такой будет вверх делаем 3 столбика 1 2 3 делаем воздушную петлю и столбиком без накида закрепляем нашу чешуйку на вершине чешуйки предыдущего ряда вот средняя средний столбик вот этой чешуйки вот его петелька сюда провязываем столбик без накида и 1 воздушная петля теперь снова делаем из одной петли 3 столбика с накидом это у нас должна быть вот эта петелька из столбика без накида подхватываем нить провязываем 3 столбика с накидом 1 два три в конце 1 воздушная петля и снова закрепляем нашу чешуйку на вершине предыдущего ряда столбик без накида и 1 воздушная петля и опять столбик без накида предыдущего ряда мы будем провязывать 3 столбика с накидом 2 ряда и так далее мы провязываем весь ряд я заканчиваю второй ряд и мне сейчас нужно выполнить последнюю чешуйку половинку которой мы выполнили в начале ряда вот ее половинка это воздушные петельки и 1 столбик с накидом мне нужно выполнить еще один столбик в эту же петлю и подниматься вверх к следующему ряду я выполнила здесь столбик без накида и одну воздушную петлю и теперь мне нужно только выполнить столбик с накидом в ту же петлю в которую мы выполняли цепочку из воздушных петель накид и вот в эту же петельку делаю столбик с накидом так теперь мы должны сделать соединительную петлю чтобы совместить цепочку и столбик с накидом в конце рядом я нахожу третью петлю и в цепочке из трех воздушных петель 1 2 3 вот это моя петелька и к ней я так подвязываюсь здесь подтяну и делаю соединительную петлю вот так теперь мы будем подниматься чтобы выше чтобы выполнять третий ряд нашего поля делаем одну воздушную петлю и 1 столбик без накида в ту же петлю где у нас воздушная петелька вот сюда подводим столбик без накида сейчас наша чешуйка будет состоять из 5 столбиков с накидом теперь мы будем выполнять в столбики без накида 2 ряда сюда сюда и далее делаем столбик без накида в его петельку который над ним образуется 5 столбиков с накидом 1 2 3 4 5 в этом ряду мы воздушных петель не делаем а сразу выполняем столбик без накида закрепляя в среднюю петлю нижнего ряда в средний столбик с накидом вот сюда вот эту нашу чешуйку столбик без накида все дальше мы делаем 5 столбиков с накидом столбик без накида нижнего ряда 5 столбиков 1 2 2 3 4 5 столбик без накида в среднюю петлю 2 ряда вот в этой чешуйки вот сюда снова 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 5 столбиков с накидом столбик без накида нижнего ряда 1 2 3 4 5 закрепляем столбиком без накида в среднюю петлю вот этой чешуйки вот сюда и так далее мы выполняем весь наш третий ряд я связала третий ряд своих полей и теперь мне нужно вот эту последнюю чешуйку прикрепить чтобы она была присоединена ко всей ко всем полям соединительной петлей в ту петлю которая в предыдущем ряду была столбиком без накида чтобы подняться на высоту следующего ряда нам нужно сделать три воздушные петли 1 2 3 теперь делаем два столбика с накидом в ту же петлю куда мы делали воздушную цепочку 1 2 3 1 2 3 теперь столбиком без накида прикрепляем половинку нашей чешуи и дальше повторяем ряд который вязали только что 3 4 ряд будет идентичен третьему ряду мы выполняем 5 столбиков с накидом в одну петлю столбик без накида с нижнего ряда 2 3 4 5 и прикрепляем эту чешуйку столбиком без накида к верхней части чешуйки 3 ряда и так продолжаем наш четвертый ряд заполнять чешуйками я довязываю четвертый ряд не остался последний сегмент последняя чешуйка которую мы выполняли в начале в эту же петлю где у нас была выполнена воздушная петля и два столбика с накидом нам нужно выполнить два столбика с накидом после столбика без накида делаем накид и выполняем два столбика с накидом 1 1 2 и сейчас нам нужно выполнить соединительную петлю которую мы выполним вот в эту петельку верхнюю чтобы замкнуть нашу чешуйку вот в эту из вот столбик без накида вправо 1 2 в третью так вот выполнить чешуйку теперь мы поднимаемся на следующий ряд выполняем одну воздушную петлю сейчас делаем столбик без накида в ту же петлю откуда у нас поднимается воздушная петелька столбик без накида и делаем пять столбиков с накидом в нижний столбик без накида вот в эту средненькую как и делали в предыдущий разу 1 2 3 3 5 столбиком без накида закрепляем нашу чешуйку на среднем над среднем столбиком с накидом и сейчас делаем воздушную петлю и в эту же петельку делаем еще один столбик без накида этим будет отличаться текущий ряд от предыдущего снова столбик без накида вот здесь я одинку делаем пять столбиков с накидом 1 2 3 4 5 столбиком без накида закрепляем воздушная петля еще один столбик без накида в ту же петлю 5 столбиков с накидом в нижнюю в нижний столбик без накида столбик без накида закрепляем воздушная петля столбик без накида и так далее по всему полю до конца ряда вот до этого места 5 ряд я почти довязала у меня осталась последняя чешуйка я делаю столбик без накида предыдущего ряда 5 столбиков с накидом и теперь мне нужно выполнить соединительную петлю чтобы закрепить мою чешуйку выполняю ее я столбик без накида с воздушной петлей откуда мы начинали наш ряд вот сюда выполняем соединительную петлю пятый ряд на этом будет закончен я остановлюсь на вывязывании полей этого размера мне достаточно если вы хотите выполнить еще шестой ряд чтобы поля были побольше то вот в этом месте нужно выполнить цепочку из 3 воздушных петель и провязать половинку чешуйки из 5 столбиков без накида то есть 2 столбика без накида дальше вязать аналогично пятому ряду весь ряд по кругу и этот ряд замкнуть двумя столбиками без накида вот к этой воздушной петли и также соединительной петлей замкнуть наше вязание сейчас мне нужно будет обрезать мою рафию и закрепить петлю тем не сейчас будет необходимо выполнить нужно отпаривание полей потому что сейчас не очень видно зубчики мы будем с помощью утюга формировать более четкими обрезаем мою соломку и сейчас я этот кусочек спрячу вот сюда в нижние ряды мне понадобится более тонкий крючок если вы захотите связать шляпку на более на больший размер то двух моточков для такой шляпы вам будет недостаточно вот что осталось у меня на взрослую шляпу двух мотков не хватит здесь много ниток забирает вот этот узор полей начинаем отпаривать нашу шляпу берем шляпу берем любое полотенце желательно которое ее не окрасит у меня это белое утюг ставим на температуре 2 и распрыскиватель воды я прыскаю все мои поля вот так аэрозолем накрываю поля полотенцем и начинаю проходиться по ним утюгом смотрите чтобы ваши поля лежали ровно чтобы их не завернуло полотенце пока вы будете отпаривать и проутюживая утюгом немножко отпаривайте их поворачивайте так выполняйте по кругу но сразу по кругу не пропаривайте вот вы отпарили два участка и теперь можете сформировать вот эти зубцы пока у вас податливая горячая и влажная соломка эрафия вот так берете и подтягиваете уголки ваших чешуек когда они остынут они сформуются и останутся в таком же виде продолжаем можно еще немножко спрыснуть накрываем полотенцем пропариваем я включаю режим пара в тех участках где мне это необходимо в тот момент когда вы отпариваете рафию она становится более мягкой и ну не такой сухой на ощупь сейчас еще раз приду с утюгом еще сильнее сформирую свои зубчики на полях закрепляем результат все теперь можно немного отпарить проутюжить еще раз поля уже без пара просто закрепить наш результат формирования зубчиков и в таком положении в горизонтальной поверхности оставить шляпку до полного высыхания шляпка высохла приняла свою форму вот так выглядят поля вот так выглядят зубчики когда шляпка будет на голове то поля будут держаться сами по себе благодаря тому что они не очень длинные и потому что мы их хорошо отпарили если вы хотите чтобы ваши поля немножко провисали вот так например как у меня на этой шляпе я сейчас подниму поля немного провисают провисает поля благодаря тому что первый начальный ряд я задала сразу большее количество петель в полях когда мы выполняли здесь первый ряд наших полей мы одну петельку между столбиками с накидом и столбиком без накида пропускали столбики с накидом петелька пропущена столбик без накида петелька пропущена и опять пошел раппорт мы задали количество петель по кругу вот так у нас получились поля здесь я выполняла большее количество петель по кругу следующим образом столбики с накидом и в следующую же петель следом столбик без накида только потом пропускала петлю столбики с накидом сразу столбик без накида пропускаю петлю И тогда получается большее количество петель по кругу и поля вот так опускаются. Шляпку вы можете декорировать цепочкой из воздушных петель, как у меня выполнено здесь. Это одна цепь, можно выполнить несколько, можно закрутить шелковую ленту. Здесь у меня еще выполнен цветок крючком и по спинке подвязать бантик. Спасибо вам за просмотр, надеюсь данное видео было полезно для вас. Рассказывайте какие шляпки получаются у вас, если возникают вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, я постараюсь на них ответить. Ставьте лайк на мое видео, если оно вам понравилось и может пригодиться. Подписывайтесь на мой канал, спасибо, что вы были со мной. Я буду стараться выкладывать новые видео. Спасибо вам большое, удачных вам проектов. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok